МАУС Музея Калининского фронта Аймаусы являются его филиалом Уже давно была идея увековещать подвиги Калининского фронта отдельно А не в виде просто экспозиции Которая известна всем, кто посещал главное здание в Твери Уже в советское время всем было очевидно Что для отражения масштаба всех событий, происходивших в нашей области в годы войны Нужно отдельное здание Идеей заразился Юрий Михайлович Башняк Бывший генеральный директор Тверского государственно-объединенного музея И был такой ветеран Авчаров Михаил Ефремович Который на общественных началах в Лисицком-Бару Создал музей, посвященный истории 31-й армии Были попытки найти здание Вроде бы и руководство области Пошли на уступки города Но тут грянула перестройка И как бы это все затихло Но потом Михаил Ефремович Авчаров снова реанимировал эту идею Обратился к руководству области На тот момент руководил нашей областью Платов Подключились ветераны Совет ветеранов Тверской области И в общем-то стали постоянно встречаться, совещаться И все-таки пришли к идее, что музей такой нужен Однако, когда к воплощению замыслов в жизнь приступили по-настоящему На дворе было по рубеже 90-х и 2000-х Попросту говоря, в регионе не было денег Пришлось обратиться за помощью к соседям, в столицу Аргументировали очень просто В 41-м именно Калининская земля была правым флангом московской битвы Именно здесь, между прочим, раньше, чем под Первой престольной Началось наступление Тогда мы помогали вам, а теперь ваша очередь У столичного мэра Юрия Лыжкова А у него, между прочим, Тверские корни Такая аргументация нашла понимание Деньги Москва выделила И в Маусе, недалеко от Волги, появилось вот это уютное здание В 2000-м году, когда дело дошло до внутренней отделки Деньги снова кончились Тогда опять решили обратиться за помощью к соседям Правда, теперь уже к Подмосковью Среди прочего и тогда аргументация была схожей В ходе контрнаступления в декабре 41-го Войска Калининского фронта, у которых самих еле-еле хватало сил, чтобы гнать врага Помогли соседям разгромить немцев в районе нынешних подмосковных Клины и Солончногорска Тогдашний губернатор Борис Громов Который опять-таки с Тверью связан учебой в нашем Суворовском училище Эти аргументы выслушал и денег дал С экспонатами помог главной музей и поисковики Мы тесно сотрудничаем с нашим военно-патриотическим поисковым движением Подвиг, который возглавляет Сергей Титков И, конечно, в процессе работы над созданием этой экспозиции Мы сами научные сотрудники ездили по адресам Выявляли, какие сохранились личные документы, материалы С самого начала этот музей, открытый в 2000-х, отличался от своих собратьев При разработке интерьеров старались максимально применять современные на тот момент технологии В том числе и дизайна Хочу сказать, что автор этой экспозиции является научный сотрудник Тверского государственно-объединенного музея Кандидат исторических наук Светлана Александровна Герасимова На тот момент, когда создавала экспозицию, она была заместителем генерального директора по науке Автором художественного проекта Это заслуженный художник России Член-корреспондент художественной академии России Наш земляк Борис Федоров Вот то, что вы видите, конструкции на потолке Вот такие вот интересные, как бы изрезанные формы Значит, такие ниши Это подразумевается линия фронта, которая действительно была изломана И внутри, в нише, а это солдатский окоп Помещены материалы, карты, схемы, фотографии, экспонаты Другой отличительной особенностью музея Калининского фронта Стала его небывалая для наших музеев честность в отображении событий той войны В нашей стране десятилетиями ее называли трагической Стараясь не конкретизировать, в чем именно это заключалось По крайней мере, когда дело касалось непосредственно событий на фронте То разгромы, которые немцы учиняли Красной Армии Старались называть тяжелыми поражениями А то и вовсе упорными боями С которыми якобы отступали наши войска При этом в числах потери наших войск тем более старались не уточнять Здесь же сотрудники музея постарались отразить все А не только успех Красной Армии при освобождении Калинина Вот эта витрина Это как раз витрина рассказывает о том, как стремительно Немецкая группа армий «Центр» двигалась по территории Калининской области То есть день за днем были захвачены наши города Да, вот мы видим фотографию Зубцов, дорога И по этой дороге движется немецкая колонна 11 октября они захватывают Зубцов Погорелое городище На следующий день Старица Вот следующая фотография Они уже в центре города Старицы И 14 октября город Ржев и город Тверь Как известно, в 1942-м, вопреки надеждам советского командования Злоключения Красной Армии продолжились На Калининском фронте, конечно, удалось избежать трагедии Крыма и Харькова Однако и у нас дела обстояли не лучшим образом Все операции советских войск в лучшем случае не полностью достигали поставленных целей А часто и вовсе оказывались провальными До появления нашего музея, вот так конкретно, чтобы каждая операция была представлена Такого не было, особенно то, что происходило на этом направлении Вот, значит, Сычевско-Вяземская наступательная операция Оборонительно в районе города Белый, первая Сычевская, Ржевско-Сычевская, вторая Ржевско-Сычевская По сути дела они не достигли своей цели, которая была поставлена Верховным командованием О том, чтобы освободить Ржев Потому что была всегда опасность в Москве, как раз у прорыва немецкой группы армий «Центр» на Москву Поэтому, конечно, этот выступ унес очень большое количество жизней наших солдат Более двух миллионов солдат Об этом никогда не говорилось Теперь мы говорим об этих событиях, о трагических событиях, которые происходили как раз на Ржевско-Вяземском выступе Отдельный стенд посвящен советской коннице Опять-таки, до перестройки ее боевые действия любили описывать, как эдакие лихие рейды по немецким тылам в духе Дениса Давыдова На самом деле, красные кавалеристы в ночи ясные и дни ненастные 1941-1942 годов шли в бой не от хорошей жизни Лев Михайлович Даватор, знаменитая кавалерийская группа, которая уходила из Калининской территории в Смоленскую область Была в рейде 20 дней в тылу врага и нанесла огромный ущерб Поэтому за голову Даватора немцы давали очень большие деньги из-за его конников Но они, выполнив задание, вернулись обратно Вот здесь мы видим, это не сабли, это шашки, кавалерийские шашки Здесь представлена операция, оборонительная операция, летняя операция в районе города Белый Которая трагически закончилась для 11-го кавалерийского корпуса, который командовал Соколов Они оказались в окружении Зимой 39-я армия 1942 года, 11-й кавалерийский корпус, прорвав немецкую оборону, вошли в тыл А в итоге уже в летней операции, вот они оказались в окружении Мы видим 11-й кавалерийский корпус, 39-я армия, 22-я армия И вы обращали внимание на фотографии Такие высокие звания генерал-майор Березин, генерал-майор Мирошниченко, генерал-майор Иванов Это, значит, все заместители командующего 22-й армии Которые начальники штаба, значит, командирства 18-й кавалерийской дивизии Иванов Они выводили своих солдат из этого окружения И при выводе практически все погибли Корпус перестал существовать, его просто он так остался в истории, как 11-й кавалерийский корпус Попросту говоря, конницей, по сути дела ставшей к тому времени анахронизмом Советское командование просто затыкало дыры, посылая кавалерию против танков Советские конники сорвали замысел врага Мы видим, что кавалеристы с шашками на голо идут в атаку на немецкие танки А насколько успешны были такие атаки? Можно валяться с шашкой, может даже с гранатой и сделать бронированные техники? Конечно, погибало большое количество Они прорывались из этого окружения, там просто выхода не было Нужно было выйти из этого окружения Ну и кроме того, была еще такая тактика, когда они вклинивались между танками А за танками шла пехота немецкая, и они их уничтожали Но до этого нужно было еще дойти При этом музейщики с гордостью отмечают, что несмотря на свои некоторые опасения Они не встретили непонимания со стороны непосредственных участников боев на Калининском фронте По крайней мере, я не слышала ничего негативного, ничего отрицательного А что вы именно говорили ветеранам? Что действительно, да, так оно и было Как вы говорите, то, что здесь представлено, какие там цифры указаны Указаны вот в каждой потере, по каждой операции здесь вот у нас на каждом планшете, в каждой витрине все это показано Ну, конечно, нельзя сказать, что музей Калининского фронта во всем отличается от других музеев Тут тоже есть автоматы и пулеметы, каски и патроны, полуистлевшие документы и награды обеих армий Отдельный стенд посвящен фронтовому быту солдат Здесь есть как фабрично изготовленные вещи, так и самоделки Как эти зажигалки и портсигар Людмила Володина отмечает, что зачастую именно благодаря ложкам и котелкам и прочим личным вещам бойцов Удается установить имена и фамилии павших Поисковики, когда нам передают вот такие вещи, личные вещи бойцов того времени Очень часто на них нацарапаны фамилии, имена Потому что не доверяли солдатскому медальону, в который вставлялась записочка И люди понимали, что со временем она может не сохраниться И люди не узнают, где он похоронен, где он погиб И чаще всего они писали на котелках, на ложках, по металлу, на портсигарах Свои фамилии, имя Благодаря этому, да, действительно, поисковики при находке потом узнают, кто погиб, кто покоился в этом захоронении Особо музейщики гордятся своими связями с членами семей полководцев, журналистов и писателей Воевавших на Калининском фронте Благодаря им в стендах появляются редкие экспонаты Например, один из нескольких флагов, которые были водружены над освобожденным Калинином Этот флаг был водружен 16 декабря 1941 года над зданием речного вокзала И причем водружали его бойцы, то есть совместно и там как раз при этом участвовал, присутствовал в будущем известный писатель Гарин Впоследствии он сохранил этот флаг, он долго хранился у них в семье Но затем, где-то в 70-х годах, в начале 80-х, вот этот флаг был передан на хранение фонда Тверского государственного объединенного музея После того, как музей был наш открыт, мы теперь экспонируем этот флаг в музее Калининского фронта Благодаря дружбе с семьей известного фронтового корреспондента Бориса Вдовенко Экспозиция пополнилась огромным количеством фотографий Очень много фотографий, да? 41-й, 42-й, 43-й, 44-й год Это вот заслуга, одна из заслуг его Более, наверное, 60% представленных фотографий сделаны этим человеком Когда он был на Калининском фронте, его заслуга И он был знаком с семьей Конева, когда еще был жив Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев Они передал очень большое количество фотографий, которые хранятся у них в семье И Наталья Ивановна, мы с ней в очень хороших отношениях С дочерью Конева, значит, она предлагает нам, короче, пополнить наши фронды Передав эти материалы Два года просуществовал на картах Великой Отечественной Калининский фронт После чего сменил свое название Как и у остальных фронтов, оно отражало направление главного удара 20 октября 1943 года Калининский фронт был переименован Стал называться Первым Прибалтийским фронтом И возглавил его командующий Первым Прибалтийским фронтом Вот здесь фотография, это Иван Христофорович Баграмян Значит, Первый Прибалтийский фронт дошел до Кёнигсберга Штурмовали его там, там и заканчивается боевой путь И тоже одна интересная деталь из истории нашего преемника Калининского фронта После освобождения Кёнигсберга в Лавиау, недалеко от этого города Городишко такой небольшой, была открыта выставка Причем выставка посвящена истории фронта Калининского Еще шла война, но уже люди задумывались о сохранении памяти И вот здесь представлена вырезка из газеты Где мы видим командный состав после посещения этой выставки В какой-то степени солдатам и офицерам Калининского фронта не повезло Им не довелось принять участие в таких громких и широко освещаемых операциях Как Сталинградская или Курская Вместо этого калининцы годами месили грязь тверских болот Щедро поливая их своей кровью, метром за метром выдавливая врага Но именно Калининский фронт стал единственным, который удостоил своим посещением верховный главнокомандующий Его интересовало именно то место, что столько долго тут топтались Потому что когда в 1941 году был захвачен город Калинин и в том числе и Ржев Командующий фронтом Иван Степанович Конев часто получал телеграммы, приказы Хватит топтаться на месте, пора освобождать Из воспоминаний Андрея Ивановича Еременко он говорил Что же это такое за Ржев, что мы так долго не могли его взять Понятно, что тот визит Сталина проходил под грифом строгой секретности Хорошо, что его сопровождал художник С работами которого тверские музейщики познакомились опять-таки хорошо налаженным личным связям Ко дню присвоения Твери города воинской славы В нашем музее был круглый стол На который были приглашены дети наших полководцев Это дочь Ивана Степановича Конева, командующего Калининским фронтом Дочь Татьяна, командующего Калининским фронтом Андрея Ивановича Еременко И вот как раз Татьяна и у нас работала выставка И она предоставила альбом, который сохранил отец с рисунками художника Здесь вот есть один фрагмент этого рисунка художника фронтового Полностью отчет о приезде Сталина на Калининский фронт Сейчас музей активно работает с воинскими частями и ветеранами, общественными организациями и даже иностранными посольствами Особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения Причем нередко познавательные рассказы возле стендов сочетаются с военно-патриотическими играми Когда среди прочего надо еще и ответить на вопросы по истории Великой Отечественной Таким образом, по оценке сотрудников музея, в год эти залы посещает до 14 тысяч человек Неудивительно, что за свою деятельность музей имеет благодарность президента страны В дальнейших планах музея Калининского фронта, наряду с прочим, развитие экспозиции под открытым небом Пока она ограничивается вот той зениткой, да вот этой противотанковой пушкой Однако музейщики надеются, что у них получится, может даже обзавестись бронетанковой техникой Чтобы все было как у лучших зарубежных и вообще современных музеев Каковым является музей Калининского фронта